Привет! Вы на отличном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Обязательно зайдите на наши соцсети, там грядут отличные акции. Голосуйте за нас в рейтинге Рунета. Ссылочки в первом комментарии и покупайте у нас отличные запчасти. Ну что, продолжаем набирать обороты с КПП. Итак, встречаем коробка переключения передач от Opel F13. Механическая КПП F13 от GM появилась аж в 1980 году и ставилась на огромное количество автомобилей Opel. Она ставилась на автомобили Opel с объемом двигателя от 1.0 до 1.6, а также встречалась на маломощных дизелях 1.7, таких как X17 DTL. Коробка у нас двухвальная. Первые ее модификации были с четырьмя передачами переднего хода. Затем появилась пятиступенчатая. А затем и вариант для Изитроник робота. Для коробки F13 предусмотрено два вида маркировки. В старом варианте шестой символ обозначает подобранное число передачи. Три следующих за ним цифры обозначают передаточное число главной передачи, то есть дифференциала. Здесь же у нас более новый вид маркировки. Вся информация заключена в четырех последних символах. Четвертый символ с конца – это всегда буква. В данном случае C – close, то есть сближенные передачи. Также мы можем увидеть W-wide – расширенные передачи. Ну и три цифры – это передаточное отношение к главной передаче. Здесь у нас 374. Стоит отметить, что коробки F17 и F13 бывают взаимозаменяемыми. Например, на таких автомобилях, как Astra H и Astra J, люди при поломке F17 коробки меняют ее на F13. Смысла особо в этом нет, потому что F13 коробка механически слабее. Ну разве что из-за цены, потому что F13 коробка стоит в два раза дешевле F17. Мнения о коробке F13 противоречивые. На старых и легких автомобилях она ходит нормально и не вызывает никаких проблем. Но на новых и более тяжелых автомобилях Opensi начинаются такие же чудеса, как и на коробке F17. Технически, еще раз повторюсь, F13 слабее F17 коробки. Валы у нее слабее и качество стали тоже вызывает вопросы. Бывали случаи обламывания зубьев, а также изнашивалась ось сателлитов. Чаще всего она выходит из строя из-за того, что часть масла вытекает по сальникам и прокладкам. Любопытно, что масло в эту коробку завода залито на весь срок службы. И здесь нет сливного отверстия и нет отверстия, чтобы залить масло. Но есть отверстия, чтобы можно было померить уровень масла и при желании через него можно слить старое масло и залить новое. Если возникают трудности во включении передач, в частности первой либо задней, то надо осмотреть шток. В этих отверстиях может появиться выработка. Тогда шток надо поменять на новый и при замене штока не забываем менять сальник штока. Нередко F13 течет по крышке механизма переключения передач. Просто снимаем его, меняем прокладку и течь тогда устраняется. Еще одна причина выбивания или плохого включения задней передачи это износ подушек МКПП. То есть при выжиме сцепления двигатель и КПП тогда сильно наклоняются. Наклоняются и это заставляет шток выдвинуться. Это единственная пробка в отверстии для проверки уровня масла. Здесь мы видим магнит. С помощью этого магнита можно увидеть, сколько стружки в коробке, то есть определить ее состояние. Это механизм переключения передач. Все волшебство делает вот эта лапка. Она передвигает другие вилки и передачи переключаются. И нашему взору открывается ведомая шестерня, корпус дифференциала, сателлиты и шестерни полуосей. Если вам когда-либо доведется сюда заглянуть, то обращайте внимание на состояние шестерни. То есть такой заполированности, как у нас на всех зубьях, быть не должно. Гайка для регулировки дифференциала. То есть подкручиваем и убираем люфт. И обратите внимание, что в отличие от коробки F17, здесь дифференциал вылез без съема валов. Пятая передача здесь вынесена в отдельный корпус, потому что изначально эта коробка была четырехступенчатая. Муфта синхронизаторов находится на ведомом валу. Вот так включается пятая передача. Бывает, что если коробка в хлам изношена, то люди включают пятую передачу и ее выбивают. Поэтому они вот так вот ее держат и по итогу изнашиваются вот эти губки. Здесь, в нашей коробке, никакого износа нет. Вот это муфта синхронизатора, а вот это латунное колечко сам синхронизатор. Если вам доведется сюда добраться, то надо смотреть на целостность вот этих зубчиков, чтобы они были без износа. Вот так просто и быстро разбирается механическая коробка. Здесь все просто. В этих коробках изнашиваются кончики валов. Валы помещаются в подшипники. Когда изнашиваются подшипники, то они начинают задирать кончики валов. И тогда появляется гул. Чем больше износ, тем больше гул. Также по мере износа появляется радиальный люфт. Кстати, здесь мы уже видим следы износа. В таком случае валы под замену либо вы приезжаете в автостронки и покупаете отличную контрактную коробку. Но можно обточить вал, поставить втулку и поставить все обратно. При дефектовке не лишним будет оценить состояние зубьев всех шестерен. В данном случае у нас здесь все без замечаний. А теперь объясним, как работает КПП для общего развития. То есть, когда мы орудуем рычагом переключения передач, то вот эти вилки переключают передачи. То есть вот это третья и четвертая. Вот это первая, вторая. Вот это задняя. Чтобы заставить машину ехать задним ходом, надо, чтобы вторичный вал вращался в обратную сторону. Для этого нужна вот эта промежуточная шестерня. Когда мы включаем заднюю передачу, то она входит в контакт с прямыми зубьями первичного и вторичного вала. И заметьте, что здесь нет синхронизаторов. Поэтому, когда мы включаем заднюю передачу, мы можем услышать хруст. Это вот эти зубья пытаются соединиться друг с другом. А вот этот штифт с подпружиненным шариком, это фиксатор, который фиксирует вилки при включении передач. Разборка закончена и сегодня мы разобрали простую механическую коробку. Набираем обороты. Скоро пойдут автоматы. Если ты хочешь знать о запчастях все, обязательно подпишись на наш канал. Заходи на наши соцсети. У нас грядут отличные акции. Заходи на наш сайт, покупай отличные запчасти и помни, что с тобой всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».